В Десногорске состоялась церемония награждения победителей. На конкурс было подано 14 творческих работ от представителей Десногорских и региональных СМИ. На суд-жюри они представили видеосюжеты, публикации в печатных СМИ и интернет-репортажи. В церемонии награждения принял участие заместитель директора Анатолий Терлецкий. Труд журналиста умнелён. Но я вижу, как зачастую вам сложно без выходных, вечером, а иногда и ночью на месте событий для того, чтобы написать или создать тот самый лучший репортаж, который захватит всех и все будут восхищаться. В конкурсе было представлено несколько номинаций – «Ликбез про АЭС», «Атомная судьба», «Объектив», «Правда онлайн», «Среда обитания». Корреспондент газеты «Аргументы и факты» Нина Новикова в конкурсе участвует впервые и заняла второе место сразу в двух номинациях. Любой конкурс – это, конечно, приятно, это подстёгивает всех. И тех, кто проводит конкурс, и участников конкурса. Узнаёшь тоже что-то новое, общаешься с коллегами, особенно приятно побеждать. Также Анатолий Терлецкий наградил победителя викторины «Атомный эрудит» инженера отдела ядерной безопасности и надёжности Андрея Иванова. На самом деле конкурс очень познавательный, заставляет задуматься, развивает, так сказать, где-то нужно подсмотреть, где-то коллега спросить, где-то ты сам знаешь ответ. То есть, ну, интересно, то есть, хотя бы просто поучаствовать. Победители регионального тура конкурса «Энергичные люди» примут участие в дивизиональном этапе. Он пройдёт с 4 по 8 сентября в городе Заречный. В финале конкурса встретятся представители СМИ всех территорий расположения атомных электростанций.